Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смотрите, нажимаешь на стрелочки Ничего, нажимаешь на надпись, она меняется а языка, языка русского видимо нету а чё, где субтитры-то? Но когда красный сигнал сменяет на зелёный вы прыгаете! А чё самолёт такой тесный? Смотрите, просто капсула смерти какая-то а не пассажирский самолёт Я не хочу. Я не хочу. Да. Сержавь, меня не... Что это такое? Кайруа, Норд-Африка. А, ну да, Америка же в Африке воевала. Видимо. Я могу управлять ножками, вот эти, которые болтаются. Это так мило, это так классно. Можно как-нибудь быстрее приземлиться? Небрежная посадка, мне почему-то засчитали. Как из самолета выкинули, так я и приземлился, в общем. А, если вы не совершите брак вовремя, вас вытолкнут. От меня и вытолкнули. Это, это, введем, обучение идет. Я ебнулся на жопу, опять небрежная посадка. И снова, теперь я первый прыгаю. Да, это игра про десантников, я знаю, вернее, я это вижу, я знаю, что у нас в стране даже празднуют праздник десантников, не знаю, может быть, эта игра для них, ну, приурочена к этому, ко второму августа, да, по-моему. Ну, меня уже, честно, подзаебали эти прыжки, я уже хочу чего-нибудь другого посмотреть, наконец-то, наконец-то они закончили. Им надоело выкидывать меня из самолета, и мы идем в атаку. А, что бе... Да ебаная ночь, ну что? Ой, сука. Что это, что это, что вот это было, вот эти три миссии с прыжками вообще-то, нахрена они нужны? Операция Хаски, 10 июля 43-го года. Четыре тотские ПВО, видели, он с ошибки написал. Америкосы все еще пытаются заставить всех поверить, что где-то были какие-то заседания гихо-штабов, где каким-то солдафоном, слайдами объяснялись, картинками просто, с потрясающего качества картинками, объясняли, что они будут делать. Не знаю, может у них в Америке так и было, но у нас как-то, не знаю, печатный приказ пришел, все, пошли, сделали. А тут что-то прям распинается, расписывается, вот они тупые, блядь. Сука, без картинок, наверное, непонятно ни хрена. Я, я, я теперь понимаю, я понимаю, почему Америка так любит комиксы, а не без картинок, просто одним текстом нихуя не могут понять. Они тупые нахрен. Для выхода из штабной палатки нажмите Е. Свои неполадки в пробирной палатке. Итак, что это? Оружие 1928 года. Томпсон. Я что, блин, мафиози, что ли? Дайте мне нормальный автомат. Где ППШ? Где Шпагин, ёптель? Нет, верните Томпсон. Я не понимаю, что я здесь переключаю. Нажимаю на Enter. Нихера. Нажимаю на ружье. Ничего. Нет у меня ничего, нельзя выбрать. Ну и что? Я Е жму, Е жму. Е, я готов. Назад. Надо выбрать. А, а! Нет, не может быть. Это что-то одно было выбрать, что ли? Либо автомат, либо винтовку, либо пистолет? Или у них каждый солдафон бегал с двумя видами оружия? Нихера какая расточительность. Главное, обратите внимание, была какая-то часть то ли Call of Duty, то ли Medal of Honor, где в Сталинград высаживаешься через Волгу на пароме и бежишь, у тебя в руке только патроны. Винтовки у тебя нету, её надо было найти. То есть, а у них вот тебе автомат, вот тебе винтовка, пистолет, пять гранат, вперёд. Какого низкого они на нас мнения, однако? И высокого о себе. Мне всегда нравились вот в этих олдскульных военных игрушках, типа колда и медальки, вот эта атмосферность некоторых уровней, то есть, опять же, Сталинград, как вот эта высадка, то есть, сначала плывёшь, обстрел, там, или там, не знаю, в Амаху Бич, но это, по-моему, нет. Это, по-моему, Battlefield всё-таки в Амаху Бич высадка. То есть, всё очень круто, но, несмотря на это, сама игра, как мы все знаем, происходит по чекпоинтам. Бежишь, убиваешь, чекпоинт, чекпоинт, дальше бежишь, убиваешь. Но, ну, то есть, линейная, но эта линейность и позволяет достигнуть вот такого эффекта ощущения реальной какой-то войны. Да я высадился, как башб, боженька, вы мне скажите, что надо нажимать, когда я подлетаю, блять, и моя посадка станет самая брежная, блин. Небрежная, небрежная. Где враги-то, ёбаный насос? А, я по своим херачил? Это всё из-за чувствительности мыши, она не позволяет мне. Да ёб твою медь. Блять, он стреляет из пистолета, как ниггер, а не как сержант. Что такое? Почему? Почему он, почему он волыну сейчас боком держал? Патроны допехали бесконечные, что радует. Блять, нет, это невозможно. Где здесь чувствительность мыши? Вот так вот она должна быть здесь. А во время прицела должна быть ещё меньше. Я целюсь, и он начинает вообще дико, дикая чувствительность включается. Наоборот, должно быть от бедра быстрая сенса, а в прицеле медленная. Странно, что Медалов Хонор об этом не знает. Такая опытная контора его производит. Я думаю, я думаю, надо... Да пиздец какой! Я думаю, а, моя фишка будет штыковые, штыковые атаки. Потому что я не могу побороться с этой отвратной чувствительностью. Она просто вообще невозможная. косой стрельбы. Семь гранат даже, не пять, как я сказал, а семь. Почему у меня пол автомата... пол приклада автомата изолентой на картинке замотан? Или что? Почему он посинел? А, да, я сдох. Ой, только не говорит, что опять прыгать надо. Ой, боже! Все. Вот теперь, вот теперь будет вообще хорошо. Лучше, может быть, только если, блин, выключить мышку вообще и целиться, не знаю, стрелочками. Ой, я не могу сразу высадиться вот туда. Давай, на крышу. Да почему этот парашют меня не слушается? Заебись. Вот, вот отстой. Что происходит? Почему он все болтается, блядь, шатается, человек? Я теперь понимаю, почему колда долгое время батлу делала. Вернее, нет, вернее, Middle of Honor. Middle of Honor, он вообще умер. Он, блядь, умер из-за своего сука управления. Уже и не игры, по-моему, не выходят, блядь, никакие под этим названием. Ничего, потому что это пиздец, я полностью выключил чувствительность мышки, я... А, вот, вот свою я теперь убавил, а все равно. Все равно она ебнутая. Немцы тупые, непонятно вообще, как они войну выигрывали поначалу. Какие-то стеклянные, сука, стены прозрачные под ногами. Постоянно главный герой на что-то натыкается и перестает бежать. Точность при стрельбе просто какая-то, блядь, я не знаю, как будто у героя на самом деле нету глаз и он стреляет на звук. Зато есть радар, где показаны все враги, то есть игра заранее с валхаком и вшитым, и это мне нравится. Это повышает мои шансы пройти. Но в то же время я смотрю, ты свободен здесь выбирать маршрут прохождения уровня сам, потому что на парашюте ты там выбираешь, куда спикировать, а оттуда уже идешь. Блядь, этот автомат это просто вообще, я думал, шпагин косой, но это, блядь, вообще нечто. Теперь понятно, почему в олдскульных фильмах про мафию они из этих автоматов в упор стреляли, блядь. А еще мне нравится, что те солдаты умирают ровно с двух выстрелов, но после первого они вообще не реагируют никак. Ну, после попадания имею ввиду. То есть, если раньше там даже на Sony Playstation и на первом солдаты хватались за рану, я не знаю, там, в ногу выстрелишь и они подпрыгивать начинали, ну, то есть, хоть как-то реагировали, то здесь каждый второй просто игнорирует свои попадания. И они бесконечно, что мне нравятся. А, еще фишка медальки, да, 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 если при выстреле в голову сначала с врага слетает каска. Компьютерный интеллект просто, я не знаю, как будто не на войне, а на митинге творит что-то непонятное. Он спрятался за укрытием от меня, в то же время поставил спину, подставил моему напарнику и все равно то есть издох еще быстрее. куда летят эти пули, господи, я чем стреляют, они хоть не холостые. я думаю, верняк это гранаты, причем у меня 4 4 4 4 немецкие, 4 советские, ой, американские. то есть разнообразие такое, сидишь, убежишь, какой бы бросить. Отлично, убей меня еще, блядь, а мне-то как рукопашную драться. Отлично, отличное прикрытие обеспечивают мне мои подельники в этой операции. Блядь, я как будто против манекенов играю, не знаю, они. Ой, ножик трофейный, вот бы отцепить сейчас. Сейчас его продать можно было бы просто, не знаю, за нормальный лавандос. эти всякие немецкие ретро-пистолет, каска там, блин, нож немецкий, это сейчас все в интернете, диких денег вообще стоит. Именно немецкие, советские, мало кого интересует, так-то я это посмотрю. Ровно как и Майнкамп стоит также нормальных денег, в то время как книги Ленина сдавались в макулатуру. Возможно, что Гитлер был намного более лучшим писателем, чем Ленин. Может быть, дело в этом? Я не знаю. Не могу оценить, потому что негде прочитать Майнкамп и совершенно не хочется читать Ленин. Я думаю, как и всем в этом мире. Хотя, на самом деле, я слушал, слышал такое мнение, что в Майнкамп в книгах все еще гавно. Я аудиокнигу скачивал, начинал слушать. Мне было интересно, что же это, блядь, за запретная Библия сатаны-то такая. Компьютерный голос начал читать и я просто, не знаю, прослушал страницу 10-15 и выключил, потому что какие-то даты, блядь, вообще непримечательные там упоминаются там, там, типа, блядь, такое-то, блядь, такое-то число такого-то года там мы с моими друзьями там что-то посвящают моему восстанию. Ну, он же там в тюрьмете писал и там такая хуитация, блядь. Так что я не знаю, что ее запрещают. Там вроде как даже ни разу не написано о том, что там люди, недолюди и так далее. Там вся книга исключительно о попытке восстания, переворота или как там назвать. Ладно. Собственно, тут-то уже война, тут уже ни книги, ни перевороты. Я не понимаю, блядь, они вообще кончаются у них солдаты или что? Сука, падал. Да, такую гантелью хуй докинешь, что? Но! Блядь, везуфи-то хуй. Маленькая пошла, вот маленькая влетела сразу и где-то там жахнула в глубинах дома, я не знаю, но точно не на балконе она взорвалась. Да пиздец, как-то... А, опять я здесь, ну да. Ура! Всем гранат, блядь! Кто на Новый год просил гранату? Дарю! Вот, я знаю, ты всегда мечтал о такой, братан, чеку найдешь сам от нее, получи, прямо в голову. Ну что, территория зачищена, я удивлен, как дом после такого количества гранат не рухнул. Видели, видели, как он телепортировался сейчас только что? Так даже чувак из 100-500 не умеет перемещаться внезапно по экрану. О жизни у меня, смотрю, 4 таких квадратных хернюшки, то есть 4 попадания я могу видимо пережить. На пятом видимо помру. Оу, оу, а гранат этого у меня нету. Ой, я понял, что тут можно высовываться из укрытия. А, и снова самолет. Нет, знаете, пошла она в жопу. Я рад искренне, что серия Medal of Honor загнулась к херам собачьим, потому что я вижу, что у них фантазия и вообще тяга к разработке каких-то новых игр иссякла просто давным-давно. Первые части еще были ничего, потом какая-то про Первую мировую невнятная, и потом уже понеслась вода в хату, всякое говно. Так что плавно переходим к следующей части, к следующей игре, вернее. Вообще заявку скинул чувак в виде списка, там указаны Dragon Age Origins, который очень огромный, и нет смысла запиливать от него только первый взгляд. Потом еще что-то, еще что-то, и Ведьмак, две части, которые я точно не буду вообще никогда ничего записывать, когда в первой части Ведьмака, потому что в первой части Ведьмака я играл пять с половиной минут. Из этого времени пять минут шла заставка начальная, и 30 секунд я наслаждался боевкой в этой игре, как только я ее видел. Я смотрел, кстати, эту игру недавно, ну, думал, что Ведьмак скоро выйдет, третий, а я ни одну не проходил. О, 30 секунд я посмотрел на боевку и просто и удалил эту игру, потому что ну, просто невозможная хуйня, на мой взгляд. И Ведьмак, во вторую часть Ведьмака я играл подольше, я играл полчаса, ровно столько времени я пытался понять, как там юзать аптечки. когда узнал, тоже, блин, просто вздохнул облегченно и снес к хуям эту игру. Да, но еще в списке была путевая игра, про которую я совершенно забыл, и сейчас она будет актуальна, потому что это ну, как бы очередной высерот капкома. Действительно, что Resident Evil Revelations 2 это не первый паршивый Resident Evil, который они выпустили, потому что еще есть вот это. Resident Evil Operation Сракун Сити. Именно Сракун, потому что это так... А уже это такой Сракун, что ни в сказке скать, ни перо, писать не знаю, насколько мое мнение авторитетно, но если я хоть как-то начал играть, ну, вернее, я хоть как-то прошел две части Revelation, то в эту хренотень я не стал играть вообще. Настолько настолько она вообще никак... Я, блядь, даже не знаю, как можно делать такое меню, где... Видите, да, как оно управляется? Лево-право не стрелочки, лево-право это А или Д, при этом вот это Enter, а назад это Backscape, а не Escape. Это просто, просто... Но у этой игры все время был... Да, ебаный насос, как-нибудь можно игру начать, ебты? У этой игры был неплохой... Неплох... Неплохой... Неплохонькой. Мне вот это нравится. Мне нравится то, что у него очки, а они... А вот эти глаза, они вот выезжают и в разные стороны вот выезжают. То есть у него очень широкий угол обзора, судя по всему. Он автоматчик, да, или что? Нет, бабу со шприцом я точно не возьму. Вот, мне нравится этот с другой бегом. Весельчак, я буду Весельчак, или что? Мне надо команду набрать? Ну? Весельчак, Дупло, Алупо и Берта. Большая Берта. Ну, я согласен, все, что... А, вот, первого персонажа то и нету сейчас. А, эта игра, видимо, очень хитро запускается. Пробел готов. Нет! Я хочу играть жирным. Не знаю, может я всеми четырьмя. Я не помню как это... Я помню, что это игра перестрелки тупые. С места на место я играл в нее ровно полчаса и она мне лагала. Это было еще на прошлом железе. Ни один из моих друзей или знакомых не стал в нее играть вообще, но трейлер у нее был шикарный. Трейлер обнадеживал просто со страшной силой. Да нахуй мне ваши, блять, тексты? Пропустите это говно. Вот, там, типа охотились за Леоном Кеннеди, какая-то лютая стрельба, ПВП в сети, как Left 4 Dead, только Resident Evil, какие только слухи не ходили. Но это боец Гиган из Counter-Strike или как там, лучший из лучшей в обращении со своим оружием и так далее, но и это как бы параллельно игра идет с событиями Resident Evil 2 и 3, как я понял. Или только 2, то есть поймать Леона в Раккун-Сити. Но когда делаешь такой приквел, задайся хотя бы вопросом, если они встречают Леона, то почему Леон в своем прохождении второй части их не встречает? Но Капкому видимо давным-давно насрать на Resident Evil на эту серию он не понимает за что люди ее любят и просто со страшной силой доит эту игру. И так я все-таки играю улиткой с пославшими друг друга нахер глазами в то время как хотелось мне играть бруталом за дробовиком. Мы едем в лифте, о чем-то разговариваем. Мы едем в лифте на минус 158 этаж судя по тому, что мы едем очень долго. Чела с дробовиком еще и Весельчак зовут. Мне интересно зачем ему снаряды для подствольника он из чего будет ими стрелять такой вставлять в свой пукан ими ими наметить что ли просто я не знаю дробовик не стреляет подствольными гранатами это видно. А у меня то что за оружие? У меня какая-то автомат у которого обойма 120 а это все 120 и мы входим в улей в улей где выращивали ящеров а злейших врагов спайдермена наверное здесь доктор октавиус сейчас придет от резьбы здесь остались а это даже не зомби это люди какие-то но лечение кустиками присутствует вон травка стоит вот и началось дьявольское дьявольское побоище в резидент ивол причем причем мой персонаж целится вперед но когда кто-то проходит сзади он каким-то чудом умудряется закрыть экран мне интересно если мы из амбрелы то в кого мы сейчас стреляем видите мы всех убили только тогда открылся бортик мы можем просить дальше чудесно вообще использовать растения с собой его взять нельзя только использовать видите используя преимущество своих улиточных глаз мой мой персонаж может не высовывая стрелять хотя я думаю все так могут просто непонятно как он видит цель и это вообще не весело это какое-то говно я не знаю вот я даже первый уровень по-моему до конца не проходил я даже не уверен что здесь зомби будут ибо игра-то как типа Metal Gear наверное или что-то типа того исключительно про перестрелки но перестрелку вести перестрелку зомби из второй части довольно сложно потому что они крайне тупые взять пистолет пулемет это mp5 нахрен он не нужен это галимая пушка я не вижу что в руках у меня потому что камера не вертится вокруг героя но я думаю что у меня по-любому что-то более шикарное а вот враг стоит мы все одеты одинаково мы либо черные либо зеленые поэтому очень трудно понять где наши где не наши никто не позаботился о каких-то отличительных чертах как своих отличать от чужих наши в масках типа например когда наш наш спецназ кгб игру штурмовали дворец амина там придумали повязывать на рукава белые ленточки чтобы отличать своих от чужих пылище темноте а вот у меня и кончился автомат я был вынужден подобрать с пола такой же который даже с теми же звуками стреляет очень классно очень динамичная игра очень общая штурмовая винтовка штурмовая винтовка явно интересно если я все-таки подберу пистолет пулемет с какими звуками будет стрелять он и мне интересно почему все выдерживают такое количество попаданий офигенно а вот и мой дробовик все-таки нет это что не знаю что это и не знаю как драться в рукопашную плюс у меня много гранат оружие не меняется здесь а вот на фью так гранат гранат и пятой и пятой и шестой резьбы но при этом игра сама это просто нечто из потустороннего мира посланная нам сатаной я я не знаю Знаю, что это в последний раз в моей жизни. Эта игра установлена на моём компьютере. Потому что нет такой силы в мире, которая заставит меня поиграть в неё ещё раз. А, я просто хочу увидеть зомби. Я хочу посмотреть, как здесь... Может, здесь они мега круто прямо убиваются. А это что, солдатик стоял? Кто-то из наших? Наш отряд уже шесть человек или сколько, пять? Это он меня с собой взял или нет? Куда они пришли? Образец Г-вируса. Я всё-всё не могу свыкнуться с мыслью о том, что Resident Evil игра не про зомби, а про вирусы. Зомби — это только одно из побочных. Эй, там Вильям Биркин помер, но... Вильям Биркер — это, наверное, батька Шерри Биркин. Заебись. Чё случилось-то хоть? Граната! Они так все слаженно отбежали от моей гранаты, что-то охереть можно. Зачем я вообще её бросал? Непонятно. В атаку. Вообще, мой костюм напоминает мне просто Крайзис от третьего лица. Сам прикол, что гранаты у меня кончились. А как они достали-то? Я хотел сесть с другой стороны ящика и довести эту перестрелку до полной... до полного бреда. Скипай, скипай. Извините, но я не буду просто передавать свою жизнь. А теперь у меня, несмотря на то, что я начал с контрольной точкой, у меня забрали дробовик, снова дали мне эту штурмовую винтовку и полностью восстановили патроны и гранаты. Полчаса понадобилось, чтобы детонатор этот сработал. Эти полчаса разработчик не соизволил скрасить даже какими-то разговорами между персонажами. Мы просто стояли и ждали. Ждали чудо. Ну, теперь-то граната у меня есть. А толку нет. Да. Господи, как они долго умирают. Какое дерьмо. Это скрош-аутбрейк напоминает. Малобюджетный этот шутан. Кооперативный. Чтобы что-то с пола взять, надо кнопку Е нажать. Как вам такой стишок? Я не понимаю, почему гранаты не подбираются автоматом. Что им, сука, мешает? Я слышал, слышал в лоб ли зомби, по-моему, скоро-скоро будут зомби. Ну, собрать всю команду. Я не знаю, где ходит этот тупой весельчак. Среди персонажей есть мастер рукопашных сражений. Он дерется ножами. И я просто охуеваю, наверное, как весело ебашься с ножом в игре, где перестрелки. А это, видимо, радист, потому что он несет чемодан на горбу. Я думаю, что это рация, но это может быть что угодно. Нет места. А, все, место кончилось. Ужас. А, у меня еще и аптечка с собой, но мне лень, лень учиться ей пользоваться. Это не дверь. Судя по тому, что главный герой прижался к ней жопой. А, вот, точно. Возможно, базу Амбрелла штурмует военные, а мы защищаем, не знаю. Но вроде как мы что-то украли. Это кто? Кто был так приголублен по лицу? Халк злится. Халк дрочить. Ага, и вот так был расплескан вирус Г и прочие. Опытные бойцы спецназа притворились мертвыми, и медведь ушел. Вот мы видим эту... эту тварь, но она не враждебна нам. Странно. Возможно, надо убегать от нее. Что ж, возможно, эта миссия спасет эту игру в моих глазах. Вот, плоты, можешь зайти и дверь закрыть с той стороны, а? Закрывай, закрывай, закрывай ее. Блядь, как это работает, я не знаю. Но я думаю, многие сразу поняли, не нужно было упоминать, что в игре есть мультиплеер. Только не говори, что эта бочка не взрывная. Взрывная, а? Взрывается она очень херово. Что-то какой-то бар, огонь. Что? Давай, шевели своей юбочкой. За нами там очень нехороший человек. Да, очень нехороший человек. Собрать всю команду. Вся команда в сборе. Мы бежим, бежим, бежим. Интересно, как открываются эти двери, если руль только на одной половинке. Ну, это, видимо, обычный лаборант какой-то. Минусует наш отряд. Я даже вижу, где у него уязвимое место. Я думаю, это вот этот огромный глаз на плече. Не помню тебя в ясные очи сейчас на приходы. Почему мой персонаж не отворачивается? Меня оставили прикрывать отход, что ли? Какая-то любезная с одной стороны. Знаете, эта игра какой должна быть? А перед кинотеатрами бывают такие... Игровые автоматы, скажем, игродромовские. Там типа аэрохоккей, там еще что-то есть. Такое, ну, в каждом торговом центре так и есть. И есть такая игра Шутан про зомби, где ты, ну, берешь, кидаешь монетку, берешь пистолет. Можно с другом. И стреляешь по зомби. Нет, блядь. Да взорвись ты, нахуй. Да-да-да-да, отлично. Чел, дубина, это мощно. Так вот, эта игра должна быть на таком же аппарате, что взял пистолет и все. За тебя игра будет бегать. Прыгать, что угодно делать, и ты будешь стрелять. Мне кажется, что вот так должно быть. Очень классно, что я их прикрывал. Они уходили теперь. Теперь мы стоим и стреляем в него все. Почему мы не могли там по нему всей толпой шмалять? Загадка. А, он ударом от пол сбивает всех с ног. Круть какая. Я не понимаю, почему это надо называть Resident Evil. У меня, в общем-то, вот это главная претензия. Больше-то нету. Но еще небольшая претензия насчет того, что он абсолютно бессмертен, как я вижу. Что это, дверь открылась? Бежим, пацаны. Теперь будут прикрывать, а я буду голеть. Вирус Г. Так, здесь уже и собаки появились. Он кинул мне гранату. Помощь. У меня нету ни аптечек, ничего. Санитарка, ты не хочешь? Молодец. Знает свое дело. Патронов нет, в общем, видит. А это значит, что время для рукопашных атак. Так, я двоих сразу вообще грамотно взорвал. Каким-то хреном я научился прыгать. Вот. Вот, теперь у меня есть чем стрелять. А, да, разнообразие локаций просто потрясает. Откуда-то взялась эта собака, которую я нахуй даже не видел. В общем-то любят капком доберманов, я смотрю. Ни овчарки, ничего, никакие. Просто всегда-всегда почему-то доберманы здесь мутированы. Блядь, какой он хуёвый стрелок. Не знаю почему, но когда я прицелился, у меня почему-то перестало вниз опускаться прицел. А, вот потому что здесь, в отличие от Middle of Honor, правильно всё сделано. Вот я о чём говорил, когда играл. То, что здесь сенса быстрая, когда, ну, когда свободная стрельба. А когда прицелился, она замедляется. А там, блядь, наоборот, ты прицелился, тебе ещё и сенсы добавили. Блядь, хуяч, стреляй, блядь. Как играть, что играть. Как уже полечиться-то здесь, а? Блядь, что это? Что-то я сделал. Я сдох. Удивительно. Я вообще не врубаюсь. Где зомби? Где какие-нибудь, сука, зомби? Хотя бы хромые, больные и вялые. Да, я смотрю, что моя очередь из автомата, как и граната, просто нанесла океан ущерба. Видимо, имеет смысл стрелять им в башне исключительно, чтобы они быстрее дохли. Патронный персонаж не пополняет тем, что наступает на... на их оружие. Санитарка. А, тут закрыто. Заебись. А это было по внезапности. Очень шикарный день, шикарные игры, всё мне нравится, господи. Ну, сейчас мне повезло, и граната действительно скосила половину их отряда. А дело в том, что кнопки, которые надо нажимать, пишут очень бледно. Почему-то я могу уворачиваться только в одну сторону, но ни в коем случае... Только влево, но ни в коем случае не вправо. Я не понимаю, эти бочки взрывные, они вообще ему ничего не делают. Они, походу, чтобы... Наоборот, это для нас стоять, чтобы он их, наверное, взрывал. Блядь, у неё чё, жопа, пуля непробиваемая, что ли? Вообще, это первая игра, где взрывающиеся бочки взрываются, блядь, не с первого выстрела, нахуй, а с двадцать первого. Всё бы ничего, но у меня патроны кончаются. Ну, вот они. Да что за хуйта? Я решил не сражаться с ним, я решил тупо бежать. И это было тупо, нахуй, неправильно, потому что всё начинает взрываться, и меня начинает тормозить, ещё и поджигать. Шикарно. Ура. Видимо, я решил чертовски правильно. Биркин. Это отец Шерри Биркин, что ли? Замеваюсь, что здесь два чувака с фамилией Биркин. И вот он остался с ним в жальное ПВП со своим МП5. Пожелаем ему удачи. Пройдена первая карта. Оценивается время, смерть и собранный предмет и убийство, но ни в коем случае не точность. Что как бы вообще, блядь, непонятно. Вообще хуй знает, что за цифры. И где же зомби всё это время? Так много вопросов, так мало ответов. Я не хочу штурмовая винтовка, я хочу. А, дерьмо какое-то. Ладно, мы готовы, хрен с ним. Видите, это прохождение рассчитано на четверых. Но игра в четвером веселее эту игру не сделает. Потому что, я не знаю, если у вас есть три друга, лучше играйте в Левку. Ещё, а, с четырьмя вашими недругами. Но никак не в операцию с Раккун-Сити. Если я сейчас не увижу зомби в начале уровня, это видео резко закончится. Потому что это просто невозможно, блядь, сделать Resident Evil и не сделать в нём зомби. Пошла в жопу, Умбрелла. Пошла в жопу с своими заставками. А, мы всё ещё здесь. Вообще там, я так понял, бег по городу, где зомби или он, где его надо поймать, это всего лишь дополнительный режим игры. А вся кампания, видимо, проходит в подземелье. Чё-то мне так начало казаться. А, нет. Мы вышли и обнаружили, что кому-то отгрызли голову, что странно. Какой-то китайской школьницы. Вот в разгрызании голов зомби замечены не были. Ни в одном фильме, ни в одной игре. Иначе бы как они плодились. Смотрите, а тут у всех головы отсутствуют. А вот их скример. А вот и зомби. Зомби-наркоманки. Хотя мне кажется, что это была просто наркоманка, никакая не зомби. Ну что ж, вот здесь актуален стал, я уверен, дробовик. Потому что битва стала в упор проходить. И наконец-то это хоть немножко стало, начал быть похожим на резьбу. На ту самую. Даже вот руки у них отстреливаются. Но, видимо, не из моего оружия. И у меня назрел вопрос, а где, собственно, патроны теперь брать должен? Николай Женовьев. USB-C. Что за Николай Женовьев? А, во второй части фильма был такой чувак. Там двух русского же встретило. Который работал на Амбреллу, а теперь нет. Вот он, видимо. Он еще в школе был. Так, лупо. Никто эту лупо, главное, не делал. Все переговоры должен был вести я. А мы, по-моему, и есть в школе. Где еще могут на столе лежать патроны? Как не в американской школе, куда школьники периодически приходят со оружием и устраивают расстрелы. Я думаю, настало время гранаты. Да, вот. Когда идешь отрядом по коридору и вычищаешь зомби, я могу сказать, вот тогда игра начинает доставлять. Чувствуешь превосходство спецназа над тупыми зомбарями, и это очень круто. Не очень интересно, потому что зомбаки существенного сопротивления оказать не могут. Но хотя бы смотрятся и чувствуются эпично. Мне показалось, что это была Анджелина Джоли, кстати. И снова солдатня. Ну что ж, недолго музыка играла. Понятно. Ну, я думаю, все все поняли, все все видели. Тем более, не первый день играться существует. Кстати, медицинский спрей был с вирусом, походу, заряжен. Не знаю, как он им лечится. Солдаты научились стрелять. И разучились дохнуть. Уже на втором уровне игры. Интересно. Ладно, в общем, вы поняли, что этот Resident Evil просто не имел никакого права называться Resident Evil, потому что это просто какая-то... Просто, просто нечто. Revelations 2 по сравнению с этим просто... Просто, не знаю, атмосферный, идейный продолжатель традиций резьбы. Потому что это просто, блядь, какой-то мод для Gears of War, по-моему. Видите, видите, сколько... Сколько искр отлетает от его шлема, когда я пытаюсь поставить хэдшот? Вы мертвы? Нет, это не я мертв. Это Capcom умер в моих глазах. Настолько это тупое говно. В общем, все. Всем спасибо. Не забудьте понажимать на рекламки, написать коммент и вспомнить очередную какую-нибудь древнюю игру и написать ее в специальной теме ВКонтакте. Адьо, Amigos. Адьо, 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 А